Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Дорогие братья и сёстры! Сегодня я хочу вернуться к теме наших сердец. В чём мы находим успокоение? и что тревожит наши сердца. Аллах Субхану Атавалу в Куране говорит «Валлядина аманула татмаинну кулубухум бидикриллах аля бидикриллахи татмаинну кулуб». Те, которые уверовали, их сердца находят утешение в поминании Аллаха. А разве не поминанием Аллаха успокаивается сердца? И поистине верующий человек, что бы с ним ни происходило, он возвращается к поминанию Аллаха, чтению Курана, и он находит в этом успокоение, утешение. Какие бы введы его не постигли. Аллах Субхану Атавалу сказал о пророке, «О, пророк, воистину мы не спасали тебя свидетельствующим об истине, зовущим светильником». Обращаясь к нам своим последователям, пророк Субхану Атавалу сказал, «Знайте, что в теле человека есть кусок мяса. Если он здоровый, то и все тело здоровое. Если же этот кусок мяса болен, то и все тело больное. И знайте, что этот кусок мяса — это сердце». Люди, которые говорят, «У меня верующее сердце, то есть я верую в душе, я верую в сердце, я верую в сердце. Если ты веруешь в сердце, то все тело твое будет сгибаться в земном поклоне перед Всевышним, потому что оно все будет здоровым и покорным Аллаху Субхану Атавалу. Именно об этом говорит пророк, «Если ты действительно верующий, твое сердце непременно заставит тебя поклоняться. Твоя богобоязненность непременно заставит тебя совершать дела богобоязненных людей, верующих людей». И пророк Субхану Атавалу сказал, что если этот кусок мяса здоровый, то и все тело здоровое. Если же оно больное, то и все тело больное. Мы видим не раз, как наша религия призывает нас, советует нам обращать особое внимание своему сердцу. Если ты истинно верующий, то, конечно же, ты должен быть хозяином своего сердца. И каждый верующий должен оберегать свое сердце от всякого неверия, от всякого нечисти, от скверных деяний, от грехов и так далее. Точно так же, как мы оберегаем свои глаза от всего того, что может в них попасть. Или же мы оберегаем какую-то драгоценность, которую мы прячем куда-то, заворачиваем во что-то и так далее. Более чутко мы должны относиться к своим сердцам и оберегать его, потому что если человек потеряет свою веру, то оно может никогда не вернуться, обережет нас всех Аллах. И содержать свое сердце в чистоте обязанностей каждого мусульманина, верующего. И никто не имеет права превращать свое сердце в предназначенное быть двигателем веры и благих деяний, в двигатель неверия и нечестия. Ожидать блага от человека, в сердце которого нет веры, невозможно. Человек, потерявший веру, не боящий Господа, не боящийся своего Господа, не страшащийся своего Господа, он будет совершать грехи, он будет двигаться относительно своего понимания. И бывает так, что то, что является великим грехом у Аллаха, для этого человека является нормой, даже может он к этому призывать, когда нет веры, от такого человека невозможно ожидать благого. Человек, потерявший веру и не сохранивший ее в сердце, потерял все. Потерял все поистине, нет доли для него у Господа, ни малейшей доли, и он будет пребывать в аду. Как сказал один из поэтов, вера, есть драгоценный камень, оставшийся во тьме без веры сердце, станет для хозяина лишь тяжелой ношей. И как сказали ученые, сердца можно разделить на три вида. Сердца, озаренные светом веры, которых... Сердца, наполненные верой, это сердца, которые полностью привязаны к Аллаху, к Его посланнику, к книге Аллаха Субхану Аталя. Счастливые сердца, пропитанные любовью к Хурану, подчинившиеся Аллаху Субхану Аталя и Его повелениям. Это чистые сердца, любящие своего Господа. Есть сердца, потерневшие от многобожья, от неверия, от нечисти. Эти сердца, которые не могут постичь сути бытия, не могут познать ни себя, ни все остальное, не могут различить хорошее от плохого, благое от скверного, не желающие от этой жизни ничего, кроме земных наслаждений. Скверные сердца, да, убережет на всех Аллах. Есть сердца, оскверненные грехами, люди, которые смешали хорошее и плохое. Обладатели таких сердец, на первый взгляд, похожи на тех, кто принимает законы Аллаха Субхану Аталя. Но на самом деле эти люди не поклоняются Господу, не совершают намаз, не постятся, не выплачивают закат. По грязи в больших грехах, употреблении алкоголя, азартные игры, прелюбодеяние, расставщичество, ложь, обман, все это глубоко забралось в их сердца, да, убережет на всех Аллах. И самые прекрасные сердца — это освященные светом веры, сердца, украшенные благими деяниями и очищенные от всяких грехов, сердца выдающихся представителей нашей великой религии, удостойны благой вести. Именно поэтому мусульманин будет всегда и везде стараться, держаться подальше от всего того, что может навредить его сердцу, подальше держаться от всего того, что является скверной, и от всего того, что может запятнать его сердце. Иначе он подвергается большой опасности. Пророк, саллиллаху, алейху саламу, сказал, когда верующий совершает грех, на его сердце появляется черная точка. Если он раскаивается и отказывается от этого греха окончательно, то его сердце очищается. Если же он не раскаивается и продолжает совершать этот грех, то на сердце появляется много черных пятен, после этого сердце покрывается чернотой. Обережет нас всех Аллах. Аллах, саллиллаху, в Куране говорит, Всевышний Аллах не смотрит на вашу внешность и облик, однако Он смотрит на ваши сердца. И, конечно же, Аллах знает то, что в наших душах, то, что в наших сердцах. И Аллах, саллиллаху, знает нашу веру. Однако каждый, кто считает себя верующим, должен понять, что если в твоем сердце есть вера, истинная вера, она непременно заставит тебя совершать деяния, которые повелел Аллах, саллиллаху, в Куране, и она непременно приведет тебя к богобоязненности, которая непременно заставит тебя поклоняться Аллаху, совершать поклонение Аллаху, саллиллаху, конечно, если ты являешься истинно верующим человеком. Братья и сестры, мы должны понять и принять, что величайшим позором и потерей для человека и всего человечества, как в жизни этой, так и в жизни следующей, является отсутствие веры в сердце. Величайшая потеря для человека и для всего человечества — это отсутствие веры. Человек, совершающий даже большие грехи, если он верует в своего Господа, старается поклоняться Аллаху, саллиллаху, даже если он совершает какие-то великие грехи, Аллах, саллиллаху, может его простить и ввести в рай. Однако, если в его сердце нет веры, каким бы благородным он ни был в этом мире, нет ему доли у Господа, если у него нет веры. Ведь поистине Аллах принимает только от верующих людей. И человечество не сможет обрести спасение, не привязавшись к Господу. Человечество не сможет обрести спасение, если не будет веры и богобоязненности. И сердца тех, кто ничего не ведает об исламе, кто не взял свои доли из Курана, кто пожелал остаться вдалеке от этой религии, от веры, от посланника Аллаха, саллиллаху, от веры, от поклонения. Эти люди сделали для себя дозволенным великие бедствия от Господа своего. Для самих себя. Конечно же, также эти люди приносят вред для общества, если они не являются верующими, если они не совершают деяния верующих людей, помогать нуждающимся, оставлять грехи, призывать к благому, удерживать людей от порицаемого, от всего дурного. Сердце, в котором нет веры, не освящено этим светом веры. И поклонение сердца, поглядящее в неведении, искушениях. Сердца, не видящие истины в положении своем, среди всех живых созданий, находятся в самом низком уровне. И окончательным пристанищем таких людей, таких сердец, конечно же, будет ад, да убережет на всех Аллах. Аллах в Коране говорит, «Мы сотворили много джинов и людей для ада. У них сердца, которые не разумеют, глаза, которые не видят, уши, которые не слышат. Они подобны скотине, однако они более заблудшие, невежественны в делах религии». Имеется в виду, у них сердца, которые не разумеют, то есть они не размышляют, как верующие. У них глаза, которые не видят, не видят явных знамений от своего Господа. Когда Аллах показывает им знамения, они не видят этого. У них уши, которые не слышат, не слышат истину, не хотят принимать истину. И сердца, которые не хотят принимать истину. И Всевышний говорит, они подобны скотине, то есть они размышляющие, даже более заблудшие. Имеется в виду, скотина живет по установлениям Аллаха, Господа. Аллах, смотря, не дал им разум. Однако людям Всевышний дал разум, чтобы мы размышляли, видели, размышляли над знамением Аллаха, размышляли над своей религией. Аллах сделал нас разумными, дал нам выбор. Однако многие добровольно с этим расстаются. Или в другом аяте Всевышний говорит, «Разве когда они странствовали по земле, их сердца не разумели, или их уши не внимали тому, что происходит вокруг. Ведь слепы не глаза, а слепы сердца, что в груди». Так говорит Всевышний. Дорогие братья и сестры, «Кого Аллах удостоил этой великой чести быть верующим человеком?» Он должен беречь эту веру в своем сердце и должен видеть жизнь глазами веры и взором сердца, стараясь страницам того, что противоречит религии, противоречит повелениям Господа, избегать грехов. Иначе он не сможет не быть игрушкой своего нафса или же шайтана. Такой человек непременно заблудится, если он оставит все это. И такой человек в конечном итоге не может думать ни о чем, кроме удовлетворения собственных желаний. Поэтому Аллаху с мунатвааля в Уране побелевает, «Разве для уверовавших не настала пора, чтобы их сердца смирились при упоминании Господа и того, что неспослано из истины, и чтобы они не уподобились тем, которым было неспослано описание раньше, чьи сердца ожесточились по прошествии долгого времени и большинство которых стало нечестивцами». И Аллаху с мунатвааля обращается к верующим людям и говорит, «Разве не настало время для вас, чтобы ваши сердца смирились?» И приводится, что когда сподвижники, рады Аллаху ангум, слышали аяты, их спины содрогались, и их сердца приходили в страх и смирение. Таковы были они, и Аллаху с мунатвааля именно в такой форме обращается. Поэтому, братья и сестры, нам следует уделять особое внимание нашим сердцам, следует беречь свою веру в Аллаха и верить в Аллаха, а не своему нафсу и шайтану, и беречь свою веру, которую одарил тебя Аллаху с мунатвааля. И следует наполнять наши сердца верой, размышлять о религии, размышлять о Господе, размышлять об аятах, которые Аллаху с мунатвааля не спасла. И, как мы уже сказали, Всевышний говорит, «Те, которые веровали, их сердца находят утешение в поминании Аллаха». А разве не поминание Аллаха успокаивается сердца? Поистине, если вы привяжете свое сердце к Курану, к Аллаху субхану атааля, к его посланнику, то ваше сердце непременно будет находить успокоение во всем этом. И сегодня жизнь часто связана со стрессами, огромное количество информации, и люди не знают, где найти успокоение, где найти утешение, и они идут и к психологам, и к психиатрам, и ко всему остальному. Однако верующий человек, читая и размышляя над аятами Курана, находит успокоение в своем сердце. И когда ты размышляешь о тех аятах, которые не спасла Аллаху субхану атааля, о тех историях, которые описывает Аллаху субхану атааля, поистине, ты находишь утешение. И Аллаху субхану атааля говорит, в тот день, когда не пригодится ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые представлены перед Аллахом с чистым сердцем. И нам не помогут в этот день ни наши сыновья, ни наше имущество, ни наше богатство, ни наша власть, ни наши родственники и так далее. Однако те, кто придут в этот день с чистыми сердцами, конечно же, они преуспеют у Аллаха субхану атааля. И Аллах в Куране приводит дуа, просьбу праведников, сподвижников пророка, и Аллах говорит, Господи наш, Аллах приводит их слова, Господь наш, после того, как ты направил нас на прямой путь, не отклоняй наши сердца, даруй нам от тебя милость, ибо воистину ты дарующий. Я прошу Аллаха, чтобы Аллах наставил нас всех на истинный путь, и вел нас всех прямым путем, и не уклонял нас, Аллах смотри, от истины, и чтобы Аллах очистил наши сердца. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва раката.